Итак, добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Рад видеть вас на уроке Торы. И сейчас мы включаем также телеграмм, запись. Сегодня у нас глава ВАЭГАШ, второй день. Начать запись. Все. Мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. В Израиле дожди начались, да? Начался дождь, очень сильный сейчас такой период дождей. И значит, в дождь особенно хорошо изучать Тору. Я думаю, что в снег еще лучше. Я уже забыл, как изучать Тору в снег. Я помню, когда я только начинал соблюдать. И это было очень прекрасное время, когда ты только начинаешь знакомиться с этим чудесным миром Торы. Когда, вау, ты понимаешь, попадаешь в новую реальность такую, да? То есть ты вроде бы остаешься в том же самом мире, но у тебя совершенно появляется другой подход. Совершенно появляется другой подход к тому, что ты видишь, да? Да? И вот я помню, как раз это время замечательное. Время чудес. Время чудес. Была зима, как раз, когда я начал соблюдать изучать Тору. Итак. Хорошо. Глава Ваигаш. Мы дошли до второго дня. Второй день главы. И напоминаю, что в первом дне Иуда, один из братьев Юсефа, который принимал очень активное участие в его продаже, он, значит, что он сделал? Он подступил к Юсефу и говорит, да, я понимаю, что все, ситуация полностью против нас. И сейчас ты Беньямина хочешь забрать в рабство. Но я уже за него отвечал. И он объясняет Юсефу, пытается убедить его, чтобы Юсеф отпустил Беньямина. Он не знает, что это Юсеф. Он думает, что это правитель Египта. И взял в рабство вместо Беньямина себя, то есть Иуды. Вот Иуда второй день, он продолжает. И говорит, если папа увидит, что нету подростка с нами, мы вернемся без Беньямина. В Амэто он умрет. То есть папа умрет. В Айриду Авдеха, значит, Сейват Авину Баягон Шола. И мы, значит, и получается, что твой раб, то есть я, он говорит, я введу отца в Мадилу. И он ему объясняет, почему он на себя взял эту ответственность. Почему именно Иуда вышел, а не другие братья. Их же там было, значит, было их там Беньямин и еще 10 братьев. Значит, они все 11 пошли. Яков остался один. Он объясняет ему, тьявдеха, арав, этанар, мимави, потому что твой раб, то есть я, Иуда говорит, я стал гарантом перед нашим отцом, говоря, если я его не приведу обратно, выхатате ляви, то это мой будет грех перед папой. Коль Айамим, все дни. Значит, мы когда читаем, думаем, что это за Коль Айамим, все дни. Для красоты просто слово, да? Что я согрешил перед отцом все дни. Говорит нам устная Тора, что Иуда, он стал гарантом перед Беньямином, перед отцом за Беньямина. Он как бы заложил в залог, оставил и свою жизнь в этом мире, и свою жизнь в мире грядущем, то есть свою духовную жизнь. Вы спросите, а зачем, какая в этом был смысл, зачем Яков, который любит всех своих сыновей, который святой человек, и тут Иуда говорит, возьми гарантом меня, мою жизнь и мой Олам-Аббаб, мой грядущий мир, да? И вдруг Яков соглашается и отпускает Беньямина. Как вы думаете, почему? У меня тоже возник этот вопрос. Оказалось, что Яков не хотел отпускать Беньямина с ними, потому что он думал, что его какие-то неправильные поступки, его какая-то часть, он не мог понять какая, вызвала ситуацию, что его жена Рахель, мама Иосифа и мама Беньямина, умерла в пути. Потом в пути пропадает Юсеф, и он думает, что это из-за него, из-за Якова. Он причина того, что его жена и сын умерли в пути, и он боится, что и второй сын, он умрет в пути, Беньямин. И он не отпускает его, он говорит, я его не отпущу. Но когда Иуда сказал, что я гарантом за него, то есть я его, я как бы становлюсь вместо него, я становлюсь вместо него, а он как бы переходит под мою гарантию, под мой мозаль, то, что называется, под мою, как сказать, под мою ответственность, назовем это так, да, он его как бы переводит на небе, потому что то, что человек говорит, у человека есть возможность своими устами и заключить договор с Богом, и молиться, и проклинать, и так далее. То есть сила слов человека, она очень большая. И чем больше человек по уровню праведности и по уровню знаний Всевышнего, тем больше увеличивается его сила. То есть не то, чтобы сила его увеличивается, у каждого есть соединение со Всевышним, с Богом на уровне души, но не у каждого есть соединение со своей душой. То есть вот это то, что человек делает, изучая Тору и выполняя заповеди, он усиливает свой контакт со своей душой, которая является частью Всевышнего. И у каких-то людей это проявлено, пророки, например, да, у них есть прямой доступ через свою душу в духовный мир. А у кого-то это закрыто, запечатано, забетонировано, он вообще про душу не знает, он говорит, я вообще животное, и он живет как животное. То есть вся работа человека это двигаться по вот этой шкале своей личной духовности и соединения со своей душой. И когда Иуда сказал, я забираю Бенемина под свою как бы ответственность, то есть он переходит на мой Мазали. А Мазали Иуды был такой, его судьба как бы, что он в пути, ничего с ним не случалось в пути, только хорошие разные вещи. Яков говорит, ладно, тогда я Бенемина отпускаю и буду за него молиться, буду тогда молиться, то есть у меня тогда опасений нет, поэтому он его отпустил. И тут Иуда говорит, я не могу теперь вернуться без него, то есть это нереально, я заложил свою жизнь духовную и так далее, она в залоге. Поэтому он говорит, это он как довод привел, что я за него в залоге на все дни жизни моей, то есть и на духовную жизнь и на материальную. И поэтому пускай я, говорит, остаюсь вместо подростка, рабом господину моему, а подросток пусть идет с братьями, возвращается. Как я поднимусь, он говорит, к папе моему, а подростка нету со мной, чтобы не увидеть мне зло, которое найдет моего отца, чтобы отец не умер от горя, он говорит. Все, на этом заканчивается вот этот коротенький отрывок и начинается следующий. И здесь надо понять, что вот следующий отрывок начинается со слов И не мог больше Йосеф сдерживаться, то есть его внутри накрыла волна эмоций, да, таких очень сильных. Во и край, он закричал, Йосеф, представьте ситуацию, римский дворец, огромный дворец такой, да, зал. Йосеф такой, он одет, как вот мы видели, как фараоны, знаете, у них такие были какие-то шапки особенные, тут висят какие-то штуки раскрашенные все, как мумии такие, да. И он, значит, такой на каком-то троне, тут вокруг эти египтяне стоят с мечами, там, с копьями и так далее. И тут он больше не мог, Йосеф, сдерживаться после этого. И закричал он, Он кричит, все уходите отсюда, все уходите отсюда. Кроме, он говорит, братьям остаться, то есть он выгнал всю охрану всех египтян, он прям закричал, уходите. Все они начали уходить. В то время, когда он, Литва, да, проявился для братьев его. И поднял он голос в плаче, начал он рыдать сильно, да. Представляете, картина. Они вообще не понимают, что происходит. Представьте, они стоят. Значит, ну, знаете, бывает, человек попадает, вот у меня, когда началась вот эта война, я первых несколько месяцев, я каждый раз, там, например, ну, когда смотрел новости какие-то или слышал там что-то, я не мог понять, как. Так, у меня это как-то не складывалось, да. Вначале была такая подготовка, когда у меня вообще картинка не складывалась, был полный диссонанс, когда в Казахстане начались вдруг вот эти все демонстрации, все. Казахстан была самая спокойная, в моей, как бы, модели мира, Казахстан была самая спокойная страна из всех, которые я видел, да, такая прямо стабильная. И тут, значит, бах, вот эти вот демонстрации, все, думаю, как может быть, что-то не складывается. А потом эта война, Россия с Украиной, как вообще, ну как, то есть у меня я вырос, это как бы в моем восприятии это была одна страна. И один, ну, то есть я как бы вообще не различал никогда. И тут вот такой вот. И тут, когда мы это читаем, представьте ситуацию, это полный диссонанс. То есть они, все события, которые с ними происходили, начиная с голода, который обрушился, страшный голод, заканчивая, они приходят за хлебом. Их арестовывают, что они разведчики, потом их отпускают, одного оставляют, у них деньги в сумках, потом им говорят, приведите брата, они приводят брата, вроде все нормально. Потом, оказывается, брат украл кубок, их возвращают. В общем, полный такой, знаете, калейдоскоп. И тут этот калейдоскоп заканчивается, что этот правитель, который все это делал, они вообще не знали. И он начинает вдруг кричать, плакать, и, значит, рыдать начинает. И услышал Египет, и услышал весь дом паров, весь дворец, да, все думают, что происходит, что. Войомер Йосеф Эль-Эхав. И сказал Йосеф братьям его, они Йосеф. Представляете вообще картины? Они Йосеф. Что было понятно, прошло 22 года, с тех пор, как они его продали. Значит, 22 года. Ему было 16 лет, сейчас ему 38. Я специально вспомнил себя в 16 лет и себя в 38, да. Можно ошибиться, легко было. В 38 у меня была борода, особенно если есть борода, то, а в 16 не было бороды, то это очень тяжело узнать человека. То есть что-то общее есть, но если он говорит на другом языке, одет в другую одежду, то есть практически невозможно было его узнать. И тут он им говорит, они Йосеф, ао да вихай, папа еще жив, вело яхлу эхав ляано тото. Они просто не могли ему ничего ответить, они потеряли дар речи. Кини валу мипанав, потому что они испугались перед ним. Они потеряли дар речи. Он им тогда мягко им говорит, спокойно, подойдите-ка ко мне. Ваекшу, и подошли. Ва Йомар, ани Йосеф, ахихэм. Он говорит, я Йосеф, ваш брат. Ашер махартэмо тим Минсраема, что вы его продали в Египет. Ваата, он говорит, а теперь, аль тиацву, не грустите. И пусть не будет это для ваших глазах плохим событием, чтобы продали вы меня. Потому что для выживания послал меня всесильный перед вами. То есть это Бог все организовал. Что всего два года голод на земле. А еще есть пять лет, которые не будет ни пахоты, ни сбора урожая. В Ишлахане, Иллоим, и послал меня всесильный. Бог меня послал, Лифныхэм, перед вами. Ля сум лахэм шарит барец, чтобы подготовить вам еду на земле и оживить вас для спасения большого. Сегодняшний отрывок заканчивается. Завтра мы узнаем, что было дальше. Но давайте проанализируем и посмотрим на нашу жизнь с этих позиций. Первое, что открывается, что мы не знаем реально. Вот иногда ты смотришь на происходящее. И никогда ты не знаешь, что в голове у другого человека. То есть ты можешь догадываться, придумывать, выдумывать. То есть каждый живет в своей какой-то картине мира. Но по факту мы не знаем ни что думают другие люди, ни что происходит. Мы не знаем реально, что сейчас происходит в мире. Потому что то, что нам показывают, то, что происходит, показывают специально обученные люди. Каждый из которых живет в своей полностью модели мира. То есть как идет? Как СМИ работают? То есть берут людям, говорят, повестка дня. Мы сегодня должны пропихнуть вот такую идею. И они начинают пропихивать идеи. Каждый при этом из тех, кто подает контент. У него есть еще личностные какие-то свои, как сказать, направления мысли. И, значит, в итоге тот, кто получает картинку, потом же, прежде чем выходит эта картинка в СМИ, ее проверяют тоже другие люди. И, значит, в итоге мы видим какую-то такую модель мира, которая вообще к миру не имеет отношения. Очень маленькое отношение имеет. Это раз, то, что мы первое увидели. Второе, то, что мы увидели, что... Вот смотрите, получается так. Я сейчас приведу пример. Представьте ситуацию. Какая-то семья беженцы из-за войны. Еще худшую ситуацию. Не дай бог у них кто-то погиб. Кто-то у них погиб. И вот они приезжают, приезжают они в Америку, например. Да, я знаю, вот как раз вчера была годовщина... Не вчера, позавчера была годовщина смерти одного из... Зей Вольфсон его звали. Да, у него было... Он во время войны был беженец из Польши, Второй мировой войны. У него погиб отец. Он его там 15 километров внес на себе, чтобы похоронить. Он приехал в Казахстан. Потом из Казахстана он каким-то образом попал в Америку. Прямо после войны в 50-е годы. И после этого он стал один из самых влиятельных людей в Америке. И мультимиллиардер, который огромные деньги он жертвовал на мир Торы. У него было 12 сыновей. Значит, там внуков, правнуков, несчетное количество. И вот теперь, значит, что можно сказать? Можно ли сказать, что благодаря... А до этого они в Польше были просто какая-то семья в Польше, которая, ну, жила себе и жила. Если бы он жил в Польше и было бы у него все хорошо, то он никогда не стал бы тем Зей Вольфсоном, которым он стал в Америке. Можно ли так сказать, что то, что благодаря несчастью, которое произошло в Польше, его семья появилась, вся вот эта вот огромная империя, которая появилась, да? То есть мы понимаем, что иногда для того, чтобы началось что-то очень хорошее, чтобы сдвинуть человека с места, должно произойти что-то очень неприятное. И я думаю, что это основной урок, который Йосиф сказал, не смотрите на неприятное, да? То есть вы смотрите на все с позиции, что все к лучшему. Все, что произошло, он нам говорит, ну, не бойтесь, не плачьте. Да, вы хотели сделать плохо, но получилось-то хорошо. Вы хотели сделать неплохо, но по факту-то, посмотрите, то, что я здесь, это отлично. То есть это я вас сейчас спасу. Понятно, да, идея? Мне кажется, что это главная идея не зацикливаться на негативных аспектах своего восприятия реальности, да? То есть надо так понять, что мы же, нельзя сказать даже на негативных аспектах реальности, потому что мы живем не в реальности, мы живем в воспоминании о каких-то элементах реальности, которые мы, каждый человек у себя в голове выстраивает в свою картину, и многие люди зависают на этом негативе, да? Они прям вот прям зациклились на негативной мысли. И у них как пластинка одна внутри крутится, какая-то такая траурная пластиночка. А некоторые люди, они, оп, не зависают на этой траурной пластиночке, они из нее выходят и идут в следующий цикл, следующий, следующий. Все, поэтому даже если, не бывает человека, чтобы мне было тяжело, даже если кому-то, я знаю, сегодня тяжело, особенно если тяжело по поводу того, что уже прошло, то стоит поменять пластиночку. Я думаю, стоит поменять пластиночку и перейти, сказать, что, наверное, Всевышний мне что-то приготовил очень хорошее, но из-за того, что я завис на плохом, я сейчас это хорошее пока не вижу. Поэтому желаю всем, чтобы мы перешли с плохих пластиночек на хорошее, чтобы Всевышний услышал наши молитвы. И с помощью молитвы тут еще интересная вещь. Помните, с чего мы начали? Что у каждого есть соединение со Всевышним, только проявленное в разной мере. У кого-то это соединение со Всевышним, оно прям чистое такое, да? То есть вот это вот стекло там, ну, не стекло, а какой-то материал, который между духовным светом и восприятием этого света, у кого-то он очень чистый уже, да, за счет заповеди Торы. То есть Тора и заповеди – это как средство очищения своего интеллекта для того, чтобы соединиться со своей душой. То есть это такие материалы, моющие материалы, которые промывают интеллект и впускают в человека, в его восприятие, свет души и соединение со Всевышним. Так вот, когда у человека происходят неприятности, то он начинает очень сильно молиться, да? То есть он начинает с такой силой молиться, что пробивает вот эту вот всю черноту свою, да, которая между ним и Всевышним. И очень часто, как именно за счет неприятности, включается сила, сила такого желания соединиться со Всевышним, чтобы он услышал молитву. И в этот момент происходит прорыв, вот это вот соединение со Всевышним, и человек переходит на следующий уровень в жизни, восприятие, в счастье. Все, всем удачи, успехов, чтобы мы молились Всевышнему от радости. Радость оказывает такое же действие, просто в радости человек обычно благодарит себя. Класс, я молодец. А нужно наоборот, можно идти через страдания, промывая вот этот свой канал, очищая канал связи со Всевышним, а можно идти через радость. Так я желаю всем, чтобы мы шли больше через радости, чтобы было много радости в жизни, благополучия, в материальном, в духовном, в здоровье. И чтобы Всевышний услышал наши молитвы. А мы делали то, что Всевышний от нас хочет. Все, хорошего дня, до завтра. Завтра узнаем, как дальше разворачивались события.